Споры и крики для жителей микрорайона Серебряный берег – дело привычное. Между соседями настоящая вражда. Больше года не могут поделить междворовые проезды. Здесь три инициативные группы. Одни – за установку бетонных блоков, другие – за шлагбаумы, третьи – против всего. Мы пообщались с представителями каждой стороны. Это омичи, которые сами поставили между корпусов бетонные блоки. Говорят, надоело. Все машины ездят мимо их дома. Едут даже не за домом, а по дворам, где гуляют наши дети. Поэтому мы попросили четвертую линию, чтобы они свой поток минимизировали через наш и выезжали у себя на шестой линии. Но там вскрылись очень интересные обстоятельства. Там стоит шлагбаум. Крайний дом не дает доступа двум домам к этому шлагбауму. Шлагбаумы почти по всему микрорайону. Но ключи от них есть лишь у некоторых. Выдают либо по дружбе, либо за ежемесячную плату. В итоге все движение вокруг нескольких домов. Местные жители страдают. Несчастные случаи уже были. В августе этого года 12-летний мальчик попал под колеса внедорожника. Ребенка госпитализировали с травмами. Тогда-то омичи и решили встать на защиту собственной безопасности. У нас есть официальные ответы от главы советской администрации, что дорога, в которой асфальт имеется, это не дорога. И в реестре дорог не значится. Соответственно, на основании федерального закона, если это не дорога, это наша частная территория, она является придомовой. Блоки мы можем поставить, не согласовывая ни с кем. Не все согласны с этой позицией. Другая группа выступает за установку шлагбаумов. Они всегда открыты, уверяют омичи. Но проблемы это не решает. Они сами себе противоречат. Они говорят, давайте выезжать через одну сторону все. Причем говорят, что мы сами же в пробке стоят. Люди говорят, мы заблокируем свой дом. Но при этом сами ездят через две линии, также к своей третьей. Еще один нюанс. Рядом с микрорайоном Серебряный берег – парк развлечений. Под вечер здесь собираются шумные компании. Зачастую нарушители спокойствия паркуют свои автомобили в этих дворах. В летнее время у нас тут курят кальяны, музыка. Ну, некомфортно действительно жить, когда молодые люди там гуляют. Несколько недель проезды к домам закрывали бетонные блоки. Пока 7 ноября на вызов не смогла проехать карета скорой помощи. Тогда активисты своими силами просто сдвинули камни. Жители нижних домов произвели кражу, хищение чужого имущества. Данные блоки жители домов 101 корпуса 3 и 103 корпус 3 приобрели за собственные деньги. Документы, подтверждающие покупку данных блоков, у нас имеются. Есть и третья сторона конфликта – самая тихая. Всего пара человек считают, что ограждения только ссорят соседей. А проблему должны решать администрация и застройщик. Мол, это их вина. Здесь должны были проложить две дороги. В проекте они есть, но на деле нет. Людей можно понять и с той, и с этой стороны. Эти привыкли ездить здесь короче. Нам, естественно, трафик повысился. Мы хотим тут жить дружно, мирно, улыбаться друг к другу, а не ходить вот так вот, озлобленно смотреть на друг друга. Проверку начала региональная прокуратура. Специалисты выяснили, в управляющей компании об установке бетонных блоков знали, но не согласовывали перепланировку с госавтоинспекцией. Данное нарушение управляющая компания оставила без внимания, что привело к возникновению конфликтной ситуации между жильцами микрорайона. Директору управляющей компании «Полёт» прокуратура внесла представление. Реальное устранение нарушений контролируется прокуратурой. Теперь жилищники обязаны убрать бетонные блоки. Правда, искоренить конфликт может лишь строительство дорог. А это забота мэрии и застройщика. Телеканал Омцик ТВ отправил запросы в организации.